Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правовое поле» совместный проект Национального телевидения и прокуратуры Чувасской республики и я, ведущий Альберт Петров. Сегодня мы обсуждаем темы, касающиеся обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду. В настоящее время вопросы экологии все чаще выходят на первый план. Природные катаклизмы, экологические катастрофы, массовая гибель биологических ресурсов – все эти негативные явления зачастую являются следствием человеческих действий либо бездействия, которые далеко не всегда являются правомерными. Указом Президента Российской Федерации в 2017 год официально объявлен Годом охраны окружающей среды. Насколько сегодня обеспечена охрана окружающей среды в нашей республике? Всегда ли граждане и юридические лица бережно относятся к природе и соблюдают требования закона? Насколько важно своевременно проводить профилактические мероприятия, направленные на предотвращение ущерба экологической системе? Какова ответственность за нарушение законодательства об охране окружающей среды и насколько она адекватна и соразмерна к последствиям этих нарушений? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в нашей передаче. Сегодня у нас в студии старший прокурор отдела под назором соблюдения закона в социальной сфере прокуратуры Чавасской республики Анатолий Иванович Вролов. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Здравствуйте. Охрана окружающей среды – довольно-таки широкое понятие. Все-таки органам прокуратуры какое-то определенное разделение основных направлений охраны окружающей среды проводится, и, соответственно, прокурорского надзора за охрану окружающей среды? Да, действительно, выделяются отдельные направления с пожарной безопасностью в лесах. Это надзор за законодательством об охране атмосферного воздуха. Воду мы пьем. Также предмет прокурорского надзора. Законодательство в сфере незаконного оборота древесины. Можно продолжать. Прокурорский надзор, он очень обширен. Органов очень много, в общем-то, за деятельность которых, в общем-то, и осуществляется этот надзор. — Скажите, вот существует довольно-таки много различных контролирующих органов, которые осуществляют экологический надзор и контроль. Вот, в принципе, хотелось бы уточнить, какие органы вовлечены в эту работу, кроме органов прокуратуры? — Да, действительно, как уже было сказано, органов, которые отвечают за это направление деятельности, довольно-таки много. Это и федеральные органы, и на уровне субъектов Российской Федерации, в частности, на территории Чуварской Республики, такие созданы. И даже в эту работу вовлечены и муниципалитеты, то есть органы местного управления. Среди основных органов можно, конечно же, отметить, это органы Росприроднадзора, Росельхознадзора. Если брать субъектовые органы, это Министерство природных ресурсов и экологии Чуварской Республики, ну, муниципалитеты также обязаны, в общем-то, принимать меры, вот, на них возможен муниципальный лесной надзор, то есть на территориях своих, в общем-то. Какова ситуация в Чуварской Республике по соблюдению законодательства именно об охране лесов? Это направление, оно постоянно на контроле. Я бы не сказал, что нарушений очень много, но они выявляются. Постоянно, это целенаправленная работа, принимаются меры, нарушения устраняются. Ну, если брать какие-то примеры, вот, конкретные, то буквально недавно прокуратурой Республики проводилась проверка в Министерстве природных ресурсов и экологии Чуварской Республики. Здесь мы проверяли, как проводятся конкурсы и аукционы на проведение мероприятий по защите, охране, воспроизводству лесов. Ну, вот здесь, конечно же, нами было обращено внимание на ряд, так скажем, проведенных торгов, где вроде как под видом неликвидной древесины фактически по условию госконтрактов вырубке подлежала ликвидная древесина. По результатам проверки прокуратурой Чуварской Республики в адрес министра природных ресурсов и экологии Чуварской Республики внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении. И инициирована проверка, материалы направлены в МВД по Чуварской Республике на предмет наличия, в общем-то, состава уголовного преступления в этих действиях. Все еще свежи воспоминания о лесных пожарах, которые имели место в России, да и в нашей Республике совсем не так давно, в 2010 году. Тогда было установлено, что следствием, в том числе и пожаров, было не только погодное условие, но и неготовность, в принципе, самих лесопользователей, арендаторов участков лесного фонда, органов государственной власти, местного управления к этим пожарам. То есть не были произведены необходимые мероприятия противопожарные, что, в принципе, тоже способствовало возникновению пожаров в лесах. Какова обстановка на сегодняшний день? Существуют ли сейчас лесные пожары и принимаются ли какие-то профилактические мероприятия, проводятся ли какие-то профилактические мероприятия по недопущению этих бедствий? — Чтобы наглядно продемонстрировать, наверное, цифры, они скажут о проделанной работе, в общем-то, в этом направлении. Взять в 2010 год было зарегистрировано 145 лесных пожаров. Ну, ни для кого не секрет. Да, леса горели. В последующем, в 2011 год, уже имеем один лесной пожар. В 2012 году также сохраняется эта тенденция, один лесной пожар. В этом году, за истекший период, не зарегистрировано ни одного лесного пожара. Проанализировав, в общем-то, вот эту положительную динамику, мы пришли к такому, в общем-то, выводу, что в настоящее время принимаются определенные меры. Они достаточны для противодействия лесным пожарам, выделяются большие средства денежные на эти мероприятия. Ну, и погодные условия тоже, в общем-то, позволяют, вот, так скажем, сопутствуют вот этой работе, потому что от погоды тоже многое зависит. Как известно, состояние экологии во многом зависит от государственной политики и требует немалых финансовых вложений. Скажите, всегда ли бюджетные средства, выделяемые государством на вот именно мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, используются по целевому назначению? Либо здесь есть тоже место для коррупции? К сожалению, не всегда можно быть уверенным в том, что в данной сфере нет места к коррупции. В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении директора Чувашского лесхоза Динейкина. Он обвиняется в том, что, являясь директором государственного унитарного предприятия Чувашской республики Чувашский лесхоз по предварительному сговору с другими лицами, путем заключения фиктивных договоров подряд совершил хищение денежных средств на сумму более 6 миллионов рублей. Вместе с тем, данные денежные средства были как раз таки направлены на работы по охране, защите и воспроизводству лесов. Кроме того, он также обвиняется в незаконной рубке леса с причинением ущерба на крупную сумму. Спасибо. Давайте покажем сюжет о том преступлении, в котором обвиняет директора Чувашского лесхоза. Громкие дела, связанные с нарушениями природоохранного законодательства в России, в последнее время становятся привычным явлением. То кто-то водоем узурпирует, то лес самовольно вырубят. Последнее деяние вообще совершается с завидной регулярностью. Лесная отрасль, она всегда остается высококоррупционной, поскольку распоряжение земельными, лесными ресурсами довольно-таки сложно отследить. Это надо ехать в лес, это надо иметь определенное познание. Удаленность, прежде всего, играет огромную роль. В Ленинском районном суде Чебоксар уже второй месяц рассматривается дело о незаконной вырубке леса в Шимуршинском районе. По версии обвинения, директоры и главный бухгалтер лесхоза ввели в заблуждение предпринимателя, поручив ей вырубку участка, не входящего в условия госконтракта. Индивидуальный предприниматель Романова, будучи введенного в заблуждение, осуществил порубку деревьев в количестве на площади свыше 15 гектаров, кубатуры 1395 кубов, с растущих деревьев пород сосна. В результате этого, между тем, указан участок земли с насаждениями не входил в объемы данного госконтракта, тем самым была осуществлена незаконная порубка. В связи с этим, указанным действиями Денекина и Николая, причинен ущерб на сумму более 22 миллионов рублей, согласно установленным таксам, за искание причинено ущерба. Обвиняемые из защиты с претензиями не согласны. Окончательный вердикт вынесет судья, но когда завершится процесс, сказать сложно. Анатолий Иванович, а какова ситуация с соблюдением законодательства в нашей республике в сфере охраны окружающего воздуха? Каковы основные источники загрязнения атмосферного воздуха и какие меры принимаются органы прокуратуры к нарушителям, которые допускают эти загрязнения сверхустановленных норм? Проблема всех крупных городов всегда являлся транспорт. Вот, к примеру, Аллатрский международный прокурор в ходе проверки установил, что ООО «Восход», на балансе которого находится 21 единица техники, которая используется для строительства дорог, в общем-то, осуществляли выбросы загрязнения веществ в атмосферный воздух без специального разрешения. В отношении директора общества было возбуждено административное дело и внесено представление об устранении нарушений закона. В настоящее время данные акты прокурорской реагирования находятся на рассмотрении. — Хотелось бы поподробнее остановиться на вопросах установления платы за негативное воздействие на окружающую среду. То есть я так понимаю, что действительно в республике существуют такие проблемы, что не всегда организации вообще своевременно вносят эту плату. Вот хотелось бы уточнить, какие организации вообще должны вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, и какие факты нарушения законодательства в указанной сфере, в том числе и факты привлечения к ответственности, имели место в республике? — Плату за негативное воздействие на окружающую среду должны вносить те предприятия, которые как раз-таки оказывают вот это негативное воздействие на окружающую среду. Как раз в обозначенном примере, вот по Аллатарскому району я сейчас говорил, 21 единица техники. Есть воздействие на окружающую среду? Да, конечно же, есть. Но мы не берем эту ферму, в общем-то, там другие нарушения. Ну, это как пример просто можно привести. Это передвижные источники воздействия на окружающую среду. Это стационарные источники. Это сброс загрязняющих веществ, как в поверхностные и подземные воды, так и, опять же, в атмосферный воздух, размещение отходов. А вот какие факты выявлялись в район прокуратуры, когда действительно организация не вносилась эта плата, и какие меры принимались? Допустим, по Комсомольском районе, это из ХПК «Заря», в общем-то, по нашему иску взыскана плата за негативное воздействие на окружающую среду в размере более 12 тысяч рублей. В Новочебоксарске также с общества с ограниченной ответственностью, рынок Новочебоксарский, взыскана плата за негативное воздействие на окружающую среду более 19 тысяч рублей. Но здесь еще и административная ответственность существует, которая предполагает наложение административного штрафа на должностных лиц от 3 до 6 тысяч рублей. Но если мы берем юридическое лицо, то тут штрафы уже от 50 до 100 тысяч рублей. То есть, нарушив закон, не заплатив вот эти вот 12-19 тысяч рублей. Незначительная сумма, согласитесь, для организации. Да, можно и, в общем-то, в последующем заплатить штраф 50 и более тысяч рублей. А какова ситуация в нашей республике с соблюдением законодательства об охране вод? Учитывая, что загрязнение водных объектов, источников питьевого водоснабжения, создает опасность для здоровья населения, прокурорами принимаются меры к привлечению нарушителей законодательства об охране вод, вплоть до административного даже приостановления деятельности. К примеру, такая ситуация имела место в Янтиковском районе. Молочно-товарная ферма не обеспечила удаление жидкого навоза от деятельности вот этой фермы. И вот эти все, в общем-то, отходы, да, они попадали в реку Ута, обратились в суд. И суд приостановил деятельность вот этой вот малыш-товарной фермы на 90 суток. Вот недавно в новостях передавали, что произошла массовая гибель рыбы в реке Рыкша в Чебоксарском районе. Что там произошло, хотелось бы уточнить более подробно, и какие меры приняты органами прокуратуры? Сразу же был выезд организован. Выехал прокурор района, выехал Чебоксарский межрайонный природоохранный прокурор, выехал руководитель органа полиции, представитель Роспотребнадзора. То есть выехали все. Спасибо. Давайте покажем сюжет об этом. За прудом на Рыкше весьма популярное место. Отдыхать сюда приезжают и окрестные жители, и чебоксарцы. Да, тут и приезжают отдыхать. Ну, в общем, приятно здесь отдыхать. Было? Было, а сейчас, что сейчас, рыбка травилась, и рыбаков нету. Вячеслав с товарищем собрались порыбачить здесь выходные, а сегодня заехали взглянуть, как обстановка. Удивились страшно. Целое лето я вот последний раз был, в августе, нет. Ну да, в августе был я. Все нормально было? Все нормально было, абсолютно. Рыба ловилась. То есть здесь такая хорошая рыба была, да? Отличная. Крупная рыба. В общем, мы ловили не меньше грамм 200-300. Вот такие хорошие были рыбы. А вот сейчас пришли тут, испугались. В понедельник 11 сентября в единую дежурную диспетчерскую администрации Чебоксарского района поступил звонок. Житель деревни Акулево сообщал, что в Рыкше очень много мертвой рыбы и пахнет вовсе не речной водой. Со всеми службами были обследованы берега реки Рыкше, в ходе которой были установлены, что на реке Рыкше очень много всплытой мертвой рыбы. Также при проверке был установлен непосредственно источник сброса. Источником сброса явилось ООО «Агрохолдинг Юрма», непосредственно пометохранилище, расположенное в районе поселка Лапсара. В результате прорыва загрязняющие вещества на расстоянии где-то 500 метров разливались в реку Рыкша. Розлив продолжался не менее двух суток. Еще вчера были взяты пробы воды и листых отложений почвы воздуха. После проведенных анализов специалисты скажут, сколько времени потребуется для того, чтобы Рыкша восстановилась после нанесенного экологического удара. Однако уже сейчас понятно – рыба доживает последние часы, а пастухи не разрешают коровам даже приближаться к привычному водопою. Как случилось, что за последний год это уже второй случай загрязнения рек стоками. Сначала в Урнарском, теперь в Чебоксарском районе. Фактически каждое предприятие, собственник таких пометохранилищ, должно самостоятельно провести определенные работы по обеспечению безопасности данного пометохранилища, поставить его на учет в органах Ростехнадзора с целью дальнейшего контроля за безопасностью эксплуатации данных гидротехнических сооружений. Вместе с тем, мы видим на лицо, что данное пометохранилище на учете не стоит. Соответственно, мы не можем говорить о том, что обществом принимались абсолютно все меры для обеспечения должной безопасности, дабы не допустить такого сброса, который, к сожалению, сложился на данный момент. По словам сотрудников природоохранной прокуратуры, содержимое пометохранилище стекало в Рыкшу двое суток. На предприятии и не знали, что у них произошло ЧП. Никаких мер не предпринимали. Между тем, предупреждения в адрес руководства птицефабрики поступали. Проверка агрохолдинг-юрма была проведена. По результатам данной проверки были выявлены нарушения при эксплуатации гидротехсооружений. С целью их устранения было выдано предписание. Последнее предписание, о котором вы сейчас говорите, что проверка проведена, предписание? Мне известно об апрельском предписании. В настоящее время межведомственный природоохранный следственный отдел, который также подключился к проверке, решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту загрязнения реки Рыкши. Хотелось бы вернуться еще раз к тому вопросу. Какие же все-таки меры приняты органам прокуратуры в связи с этой ситуацией, которая произошла в реке Рыкши Чебоксарского района? Да, в настоящее время уже принят ряд мер в целях устранения выявленных нарушений. Прокурорам Чебоксарского района в адрес руководства ООО «Агрофирма Юрма» внесено представление об устранении нарушений закона с требованием обеспечить выполнение требований законодательства, устранить нарушения в кратчайшие строки. В суд направлены исковые заявления об обязании привести помета хранилища в надлежащее состояние, чтобы не повторились такие факты в будущем. Чебоксарским межрайонным предохранным прокурорам направлен материал в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Также будут приняты меры о взыскании причиненного окружающей среде ущерба. Как было указано в сюжете, организация была обязана поставить на учет помета хранилища в органах Ростехнадзора. Действительно ли такая обязанность предусмотрена законом? Да, действительно есть специальный закон о безопасности гидротехнических сооружений. Сооружения, ограждающие хранилища жидких отходов, промышленных, сельскохозяйственных организаций, относятся к гидротехническим сооружениям. То есть требования закона на них распространяются. Эти гидротехнические сооружения должны быть включены в регистр гидротехнических сооружений, в российский. И, соответственно, эксплуатирующая организация обязана принимать меры к надлежащему содержанию, к обслуживанию и недопущению тех фактов, о которых мы сейчас говорим. Насколько я знаю, за нарушение норм и правил безопасности гидротехнических сооружений предусмотрена административная ответственность. То есть санкция данной статьи, в частности, предусматривает наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. Может быть, необходимо принимать такие более жесткие меры? Зачем нам нужны организации, которые наносят вред, причиняют колоссальный ущерб окружающей среде, тем более создают угрозу для безопасности жизни и здоровья человека? Сейчас решается вопрос о принятии как раз-таки таких мер. Не могу не затронуть тему, связанную с отходами производства и потребления. Часто можем увидеть несанкционированные свалки, да, и в сельской местности, и в городах крупных тем более. Вот какая обстановка в настоящее время сложилась в республике? Ну, здесь надо понимать, что откуда вообще они появляются. То есть, наверное, нужно начать с того, что сами граждане должны немножко более ответственно относиться к окружающей среде. То есть, если отдыхаем на природе, то, соответственно, за собой надо убирать. Принесли что-то, не оставлять в лесу, а унести с собой. И, в общем-то, либо донести мусор до мусорных контейнеров. То есть, вот они, свалки, откуда и появляются. Да, действительно, есть обязанность органов местного самоуправления ликвидировать эти несанкционированные свалки отходов. Но здесь, опять же, стоит обратить внимание. Вот это вот отношение, в общем-то... Но эти свалки создают не сами чиновники, согласитесь, да? Да, то есть, эти свалки не сами чиновники создают. Это дополнительная нагрузка на бюджет, то есть, обеспечить их, убрать. И на окружающую среду. На окружающую среду. То есть, это двойной ущерб и по бюджету, и по окружающей среде. То есть, хотя достаточно просто убирать за собой. Да, органы прокуратуры здесь не остаются в стороне. Мы принимаем меры, чтобы обязать органов местного управления устранять эти несанкционированные свалки. То есть, эта работа, она постоянная. То есть, по мере возникновения этих свалок, в общем-то, принимаются и меры. Спасибо. А я еще раз напоминаю, что с нами был старший прокурор отдела по назору за соблюдением законов в социальной сфере прокуратуры Чевастской республики Анатолий Иванович Фролов. Вопрос о охране окружающей среды, безусловно, имеет чрезвычайно важное значение для каждого из нас. К сожалению, многие привыкли потребительски относиться к природе, и не только ее не берегут, но и всячески нарушают закон. Движимые целью излечения прибыли и безответственные предприниматели и организации не считают нужным лишний раз нести затрат на обеспечение охраны окружающей среды. Да и граждане чаще всего не задумываются о порой необратимом характере негативных последствий для экологии и о том, как природа может отреагировать на такое отношение. Только от нас с вами зависит, каким воздухом мы будем дышать, какую пищу и воду потреблять, что мы оставим после себя нашим детям и внукам. Уже давно пора задуматься над этим, пока не стало совсем поздно. До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова